Чемпионат Сибири, или как многие его называют, третий дивизион отечественного футбола стартовал стремительно. За несколько дней команды сыграли по три матча каждая. И по итогу встреч наши клубы в хаотичном порядке расположились в турнирной таблице. В аутсайдерах, увы, Алтай. Он поставил даже своеобразный антирекорд. Поражение во всех матчах, причем везде в сухую с одинаковым счетом 0-3. Алтай обошли даже молодежная «Динамо» и рубцовская «Торпеда». Они на несколько строк выше на 10-м и 11-м месте соответственно. Порадовал бийский строитель. Команда сейчас на втором месте. А барнаульский темп на пятой строчке. Пытался перед игрой настроить ребят, но как бы я ни пытался, ребята вышли на первый тайм на спущенных шинах. Ничего не получалось, скорости были тяжелые, слабые, совсем везде проигрывали. Самое главное, что проигрывали мы единоборство и подборы. Поэтому Иркутск владел инициативой. И прямо скажу, что нам в первом тайме повезло. Несмотря на довольно вязкую игру, темп забил единственный мяч. Победу добыл нападающий Роман Сычев. Приятно забивать, конечно. Хотелось бы еще больше забивать. Ими возможности были, в принципе, забивали больше. Ну, получилось, как получилось. Будем тренироваться. Сейчас команды возвращаются в Барнаул, где проведут пару тренировок и вновь в бой. С 20 мая начнется четвертый из 14 туров чемпионата. Барнаульский полимер на своем поле примет Бурятию. А молодежка Динамо и Темпа отправятся в Красноярск. А Алтаю придется мериться силами с Новосибирском. И хочется, чтобы на этот раз наши парни собрались духом и выжили максимум из игры. Дмитрий Дроздов. День с толком.